У нас сегодня экспертно-аналитический клуб. Тема влияния пандемии COVID-19 на Беларусь. Длительность 2 часа. Мы планируем так, что первый час спикеры отвечают на заявленные вопросы, второй час – дискуссия с остальными участниками. А наши сегодняшние спикеры – Филипп Беканов, социолог, исследователь общественного мнения, автор исследования «Как жители Беларуси реагируют на коронавирус». Филипп, привет! Добрый день! Лев Львовский, старшинаучный сотрудник БИРОК, проект «Ковидономика Беларуси». Лев, добрый день! Здравствуйте! И Михаил Дорошевич, исполнитель директора Baltic Internet Policy Initiative. Михаил, добрый день! Добрый день! Напоминаю, что мы ведем видеозапись дискуссии, но правило «Chatum House Rule» у нас никуда не делось, но оно применяется по предварительному уведомлению, так что если вы хотите сказать что-то, что нельзя цитировать с вашим именем, пожалуйста, сообщите нам об этом перед такой фразой. Тогда остальные участники дискуссии будут знать, что с вашим именем такую фразу лучше не цитировать, и эта фраза, соответственно, не попадет в видеозапись нашей сегодняшней дискуссии. Также напоминаю, что у нас доступен перевод на английский язык, поэтому если вам удобнее слушать нас на этом языке, то выберите английский в опциях Zoom. И свои вопросы или какие-то реплики вы можете писать в чат, также поднимайте руку, если вы хотите выступить. Мы с удовольствием вас подключим в Zoom. А я передаю слово Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Спасибо, Антон. Спасибо всем нашим живым гостям. Всем добрый день. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить такую, казалось бы, вроде бы не самую прямо сейчас горящую новость, как COVID, в том числе именно потому, что мы настолько привыкаем жить с COVID в каком-то состоянии постоянной эпидемии, постоянных новых штабов и новых угроз, что, кажется, особенно на фоне всяких горящих новостей, революции в Беларуси, в Казахстане, начинаем как-то забывать, что вообще-то COVID остается одним из серьезнейших вызовов, настоящих непобоющественных слов перед человечеством за последние десятилетия. И вообще-то мы с ним в разной степени успешно справляемся. Какие страны лучше, какие-то хуже. И, конечно, изнутри такой остроты, особенно, белорусских событий, часто как-то забывается вообще эта тема, это влияние. И кажется, что что-то COVID, все как бы проехали с 2020 года тем и другие. Ну, конечно, те законы, по которым живет информационная среда, где что-то становится актуальным или менее актуальным, это одни законы. А эпидемия живет по законам своим. И, конечно, на общество более чем влияет, и на выясненные группы, и на бизнес, и на самые разные вещи, о чем, я надеюсь, мы сегодня как раз и поговорим. И, в общем, для того, чтобы во всем этом разобраться, конечно, чаще всего люди стараются опираться на какие-то научно обоснованные данные, на статистики. Ну, все мы тут знаем, какие есть, прямо мягко говоря, проблемы с доверием к различной белорусской статистике по коронавирусу, которая либо, как данные по заболеваниям, по смертям, не вызывает доверия, ну, либо просто многих данных государство и не собирает, не актурирует, либо не спешит ими делиться с обществом. И поэтому сегодня мы постараемся, насколько это возможно, компенсировать такой проблем с данными, потому что мы знаем, что за последнее время было проведено очень много разных исследований, где ковид либо был магистральной темой, ковид и его влияние, либо так или иначе затрагивался, и видны какие-то его результаты. Понятно, что мы не знаем и не узнаем за ближайшие полтора часа, условно, какие-то суперсекретные данные по заболеваемости, которые, уверен, многих интересуют. Но, тем не менее, мы попытались разобраться с тем, как ковид на общество влияет, как влияет на разные его группы и как меняет жизнь белорусу. И чтобы переходить от этого долгого вводного слова непосредственно к уступлению спикеров, я бы хотел, вначале двигаясь, как мы обозначили в анонсе, передать слово Филиппу Беканову, который, я знаю, занимался очень многими логическими исследованиями, так или иначе был к ним причастен, которые были связаны и с уязвимыми группами, и с белорусским обществом в целом, с разными факторами влияния ковида на него. Поэтому, Филипп, тебе слово. Давай попытаемся обозначить, как пандемия изменила жизнь белорусов в целом и различных уязвимых групп, в частности. Вадим, благодарю. Боюсь, что я ничего нового на самом деле здесь не скажу. Все это сказано уже десятки раз про то, как пандемия повлияла на жизнь белорусов, в том числе презентовались результаты самых разных исследований. Я знаю, что мои коллеги слайды подготовили. Я вот немножко не успел, поэтому буду стараться что-то вспомнить, что-то рассказать так, и немножко поделюсь чуть позже в формате чат-хаус тем, что я увидел из данных посвежее. Овервью. Да, безусловно, пандемия очень сильно повлияла. Одном из исследований, к которым я когда-то имел доступ, измерялись фактор экономический, сопоставлялся с фактором ковида и чуть-чуть с фактором политической ситуации в Беларуси. Вот, и когда-то ковид там был такой доминантой, особенно для людей, которые политику в Беларуси немножко меньше вовлечены. Я помню, что для женской половины населения Беларуси ковид-19 всегда был более актуальным. Более актуальной историей, чем для мужской истории. При этом нужно понимать, что сейчас ковид-19 – это скорее часть грустной новой нормальности, которая как плохая погода. То есть она никуда не уходит, но и обращать на нее слишком много внимания уже не то, что даже не хочется, скорее просто не получается, потому что постоянно тревожится из-за ковид-19 в таких условиях, когда в Беларуси, насколько я понимаю, ну, мне сложно судить отвлекаясь за рубежа, но мало что предпринимается для какой-то борьбы, да и непонятно, нужны ли уже какие-то дополнительные меры. Ковид-19 превратился в такой тучу, грозу, грозовую, из которой капает, достаточно неприятно, но что ж поделаешь. Многие группы уязвимые в том числе, и те, которые уязвимыми не считаются, ковид-19 действительно сильно повлиял, стало гораздо меньше внимания уделяться другим заболеваниям каким-то просто из-за того, что медики загружены. И вот отчет компании, кстати, это хорошо показывал. Я помню, что там были интервью с экспертами от медицины, которые говорили, что загрузки повышенного количества людей, которые просто поступают в больницы, остается меньше времени на всех остальных пациентов, на какие-то стандартные проверки для людей с инвалидностью меньше времени остается, да и сами они стараются реже из дома выходить, и, соответственно, получают какие-то важные процедуры. Пожилые люди, безусловно, это главный фактор. Ну, здесь я, как я и уже говорил, ничего нового вам не скажу. Мы так не думаем. Ну, слушай, я надеюсь, что Лев Львовский сможет нам рассказать больше информации без шатом хаосрул, потому что, с одной стороны, на сайте Ковиданомика я видел, что есть очень много интересных данных, но я сильно подозреваю, что все вот эти данные и волны опросов наверняка далеко не все люди, кто интересуется темой, находили на сайт, прям все-все в подробностях читали, поэтому, Лев, может тогда представить какие-то, не знаю, мне кажется, самые, может быть, главные выводы и идеи о том, как Ковид повлиял на экономику, на бизнес, на частный сектор. Ну, и, может быть, да, мы тоже затронем, когда и вопрос тех мер, которые принимала власть, потому что мы знаем, что в разных странах были разные подходы, где-то давали там срочки, где-то субсидии, где-то там поддержку бизнесу. Как все это, в конечном счете, повлияло на белорусский бизнес? Да, всем привет. Ну, я сразу начну, покажу одну картинку, так, надеюсь, ее видно. Это, что касается того, какие меры предпринимались в Беларуси. Беларусь, с точки зрения экономического анализа, это такой довольно интересный, уникальный кейс. Это страна в Европе, которая принимала наименьшее количество мер для борьбы с Ковидом, для ограничения развития пандемии. Вот был составлен британскими учеными, хоть это и звучит, как в анекдоте, такой индекс строгости различных мер, там, сочетание различных мер. И вот именно на этой картинке Беларусь является таким белым, слегка желтоватым пятном. Что касается того, как Беларусь переживала экономический коронавирус, то здесь тоже много всего интересного. С одной стороны, страны, которые пострадали как-то серьезно экономически от коронавируса, это прежде всего страны, которые вводили свою экономику в искусственную кому. То есть это не обычный экономический кризис. Это кризис, вызванный тем, что правительство запрещает вам работать, правительство запрещает вам потреблять некоторые вещи, запрещает ездить в отпуск, запрещает ходить на какие-то спортивные мероприятия и так далее. Соответственно, в Беларуси ничего подобного не было, поэтому серьезного падения экономики в 2020 году мы не наблюдали. Падение было минимальным относительно стран наших соседей и других развитых и развивающихся стран. Тем не менее, ковид, конечно же, все равно нашел способ повлиять на беларускую экономику. В частности, из-за того, что мы малая и открытая экономика, даже при том, что мы сами не запирались на локдаун, на локдаун запирались страны, наши торговые партнеры, в том числе наш самый крупный торговый партнер – это Россия. И, соответственно, мы испытывали в 2020 году серьезное снижение внешнего спроса. Особенно в момент, когда Россия начала вводить локдаун, к этому моменту уже почти вся Европа была в локдауне, соответственно, иностранные потребители просто не могли заказывать и потреблять наши товары. Второе прямое влияние ковида на нашу экономику заключалось в том, что даже при том, что правительство не заставляло людей сидеть по домам, люди все равно читают новости, смотрели новости из Италии, из Америки, где некуда было складывать трупы в самом начале. И, соответственно, люди уходили на добровольную самоизоляцию. У нас есть индексы мобильности от Google, индексы мобильности от Яндекса, которые, собственно, смотрят, как много люди перемещаются по городу во время дня. И в некоторые моменты наша самоизоляция в Беларуси была даже выше, чем изоляция, давайте скажем, по городам. Самоизоляция в Минске была выше, чем изоляция в Москве, при том, что изоляция в Москве – это был приказ их правительства, который контролировался их органами. Из-за этого, естественным образом, пострадал ритейл, рестораны, бары, гостиницы и так далее. Наше правительство выкатило, запоздало некоторый пакет мер по поддержке бизнеса. Можно уже констатировать, что почти ни одна из этих мер экономических не была хоть сколько-то значима. Там разрешалось замораживать выплаты кредитом, не разрешалось повышать аренду, если вы арендуете у государства. Это все сыграло довольно малую роль. Правительство поддерживало только государственный бизнес, была снова развязана практика директивного кредитования. В итоге государственный сектор вообще практически не заметил никаких последствий ковида. Частный сектор заметил особенно, но не весь, а частный сектор, который прежде всего касался вот этих двух явлений – мобильности населения и внешней торговли. Больше всего зарплаты в середине 2020 года падали у ритейла и области гостеприимства, а также у транспортников. У них было гораздо меньше заказов. Затем люди начали, как Филипп и сказал, привыкать к ковиду. Уже летом 2020 года степень самоизоляции начала сходить. Люди начали снова ходить в рестораны, кафе. Ритейл начал оживать. Во всяком случае, тот, который смог пережить острую фазу ковида. И транспорт летом 2020 года все еще находился в негативной зоне, потом начал постепенно выходить уже к 2021 году. В 2021 году ковид еще одним довольно неожиданным для нас образом повлиял на экономику Беларуси. На этот раз уже почти на всю экономику Беларуси. Из-за роста отложенного спроса в западных странах, а также в некоторых слоях населения Китая, как я говорил, в этих странах экономический кризис, связанный с ковидом, был искусственным. Правительство просто не разрешало людям потреблять. Это означало, что обеспеченные свои общества, у них де-факто начало скапливаться больше денег, чем обычно. Люди, которые привыкли тратить на пропитание меньше 30% своих доходов, у них буквально эти 70% оставшихся доходов оставались на руках, так как они не могли потратить их на отпуск, на покупку нового автомобиля или чего-то подобного. Из-за этого мировой спрос на определенные группы товаров начал резко расти во втором-третьем квартале 2021 года. И это, собственно, объясняет наше внешнеторговое экономическое чудо, когда наш экспорт, по многим категориям даже не увеличиваясь в объемах физических, начал приносить нам гораздо больше денег. Цены на отдельные товары, которые мы экспортируем, древесину, калий, начали расти небывалыми или почти небывалыми до этого темпами. Это словно отразилось практически на всей экономике, прежде всего, конечно, на экспортной сфере и сфере промышленного производства. Таким образом, ковид, он, с одной стороны, начался негатива для Беларуси, закончился неожиданным позитивом. В некоторые моменты после третьего квартала 2021 года экономика Беларуси росла на 3,2%. Такой рост мы в последний раз видели примерно десятилетия назад. Что касается... Чем мы за это заплатили? Заплатили мы за это, естественно, какой-то избыточной смертностью, но даже по тем данным, которые у нас есть, в итоге оказалось, что наша избыточная смертность велика, велика, но не сильно больше, чем, например, в той же России, которая пыталась, в отличие от Беларуси, принимать какие-то меры защиты населения. Спасибо. Действительно, получаются такие интересные данные, что начиналось, казалось бы, это аккалиптично, а в итоге, да, внешне другого наше чудо. А есть ли, может быть, еще что-то ты можешь добавить по поводу экономического влияния непосредственно на домохозяйство, на белорусов, потому что не зарубежно было влияние на бизнес, но вот помимо тех, кто не попали в статистику избыточной смертности, особенно, как конкретно повлияло? То есть мы можем говорить, что из-за ковида белорусцам скорее, может быть, вначале объединили или, наоборот, может быть, в конце табрестка разбогатели, не знаю, работники для обрабатывающих предприятий? Или это скорее осталось общоэкономическими показателями и, может быть, не так сильно повлияло на потребителей? У нас на макроуровне белорусы почти не пострадали, то есть в среднем по больнице. Отдельные категории граждан, да, пострадали, и они отвечали на наши опросы, что у них значительно снижаются их доходы. В Беларуси традиционно очень редки увольнения. Собственно, у нас нет пособий по безработице, поэтому незачем увольняться. Если вашу зарплату сократили на 90%, то вы все равно останетесь, потому что ваша альтернатива – это получать примерно ноль пособий по безработице. Поэтому безработица у нас особо не росла, а вот снижение зарплат, урезание бонусов – такие вещи встречались. Больше всего, как я сказал, пострадали люди, которые работали в малых частных предприятиях, на малых частных компаниях. В начале пандемии, то есть в апреле-майе, больше всего страдали люди, которые работают в ритейле и в области гостеприимства. Затем на первый план начали выходить транспортники. Есть еще такой интересный гендерный разрез. Если в начале пандемии с апреля по сентябрь 2020 года у нас оба пола одинаково примерно ощущали на себе последствия пандемии, экономические последствия, то, начиная с октября, женщины начали чувствовать на себе больший удар именно со стороны пандемии. Это было вызвано тем, что люди старались не пускать своих детей в школу. Опять же, те, кто могли себе такое позволить. Но вот это домашнее образование детей, оно в большей степени традиционно для нас, к сожалению, ложилось на плечи женщин. Как-то так. Далее. Спасибо. Ну что, так-то я хотел бы передать слово Михаилу Дорошевичу. Михаил, если вы с нами, чтобы выключенную камеру. Так, о, вот Михаил с нами. Отлично. И послушать тогда, можно даже посмотреть слайды с форматом Михаила о том, как ковид влиял на белорусское общество. Потому что, я так понимаю, тоже есть, наверное, разные данные из разных исследований о том, что и как изменилось. Поэтому прошу. Да, сейчас я пробую стартануть показ картинок. Пока я расскажу одну забавную предысторию. Она заключается... ...что 30 января 2021 года мы группой уважаемых людей, в виде Андрея Зелина, Марии Малиновской, встречались и говорили практически на эту тему. Поэтому мне пришлось легче просто-напросто обновить некоторые слайды для того, чтобы вот что-то рассказать. Вот. И здесь я начну слайды исследования, которое было проведено по нашему заказу в августе прошлого года. Эти данные мы достаточно серьезно публиковали и рассказывали в течение всей осени. И, ну, всех привлекло большое внимание. Очень высокий процент неготовости белорусов вакцинироваться. Ну, а мой... Ну, и как-то никто не обращал на цифры, касающиеся 32%, которые сказали о том, что они болели. При том, что мы делали один замер в районе мая прошлого года, и эта цифра была меньше 30%. Ну, и как раз сегодня Филипп рассказал, возможно, свежую цифру. И с учетом осенней волны, возможно, это очень такие серьезные изменения в сторону тех, кто пострадал непосредственно от этой пандемии. Ну, и здесь как раз хотелось бы опять вернуться к бесконечной теме о том, что, к сожалению, очень мало открытых данных. И из тех данных, которые существуют, которые предоставляет Министерство здравоохранения Республики Беларусь, тем не менее, какие-то можно иметь картины о том, что происходит в нынешний момент, о том, какие изменения, ну, вот уже в течение, получается, скоро будет двух лет, как в Беларуси свирепствует, не назовем это так, пандемия, коронавирусная пандемия. И, как вы видите, из этих вот достаточно простых графиков, которые, опять же, источниками данных является Министерство здравоохранения, и никаких других источников у нас нет. Я прошу прощения, у меня есть подозрение, что что-то подвисло. Я вижу слайд, по-другому, COVID-19, вакцинация, открытые данные, то есть заголовок. Да, да, мы говорим о графиках, и в этом все равно такая ситуация, поэтому, по-прочему, Михаилу перезапустить презентацию, чтобы мы увидели графики, о которых идет речь. Еще раз. Так, еще раз, Михаил. Так, 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 сейчас, секунду, секунду. Так. Что видно сейчас? О, вот сейчас видим какие-то графики уже. Какие-то графики видны. Ну, опять-таки, просто-напросто говоря о том, что, прошу прощения, что волны на них все равно видны на этих графиках. Ну, и вот здесь как раз Лев упоминал данные, которые предоставляют в прошлом году, в смысле ссылка, которая была в прошлом году, также актуальна и в этом. И здесь вы видите. Очередное количество роста числа заболевших. Ну, и, в принципе, здесь мы видим о том, что по официальному данному цифру было около 1700 человек, а сейчас уже около 6000 официально умерших. Ну, и про мобильность. Опять же, таки говоря, вот здесь на графике видна большая просадка. Эта просадка была 9 августа, и она не совсем связана с пандемией, она скорее связана с отсутствием связанности интернета в Беларуси. А вот эти остальные, это показывают в основном связанность, к примеру, с новогодними праздниками. И да, действительно, вот источник, который делает, самое интересное, это одни те же данные, в принципе, ну, кроме у Google, который получает данные со смартфонов, браузеров и так далее. Вот это данные, которые собирает и обрабатывает Reuters. И здесь интересно как раз по поводу тех самых ограничений, о которых говорил Лев, то есть в этих данных показывают, какие ограничения были в стране. Ну, и опять же, таки, мы достаточно тревожно можем смотреть на новые растущие графики числа заболеваемых. Ну, Белта тоже регулярно продолжает обновлять свои виды данных. Как вы видите, показатели у них не изменились, степень вакцинации они в этот слой, в этот дашборд, не добавили. Ну, будем сожалеть об этом. По-прежнему источником информации является телеграм-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Они ему уделяют больше внимания, чем традиционному веб-сайту. Но мы, опять же-таки, тут, если сравнить конец прошлого января, то видно, что было более 38 тысяч подписчиков, сейчас же вот 34 тысячи. То есть канал с позитивным содержанием, тем не менее, количество подписчиков в нем все-таки уменьшилось. Можно это все-таки связать с тем, что пандемия, вот о том, что говорил Килип, это стало какой-то частью повседневности, и какой-то группы населения непрерывно следить за сводками Минздрава, ну, перестало быть такой необходимостью. Мы проводим мониторинг социальных медиа, слушание социальных медиа. Ну и здесь как раз график, который показывает, дистаграмма эта показывает общее число упоминаний по теме ковида в Республике Беларусь. И здесь я специально выбрал группы упоминаний, касающихся новых штаммов. То есть здесь дельта, это серый цвет, ну и вот омикрон, непонятно, около красного цвета. И здесь видно, что и желтым тема вакцинации, которая была актуальна в течение всего года и всего января, иногда они даже превышают интерес, ну, число упоминаний темы вакцинации. Если же говорить про источники упоминаний темы вакцинации, опять же, здесь сравнение двух лет, то есть января прошлого года с январем этого года, то здесь какое я вижу, ну, такое достаточно серьезное изменение, тем, что в прошлом году одним из таких важных источников информации и обсуждения это был Facebook, а в нынешний момент вот первый график – это упоминания ВКонтакте, а второй – это YouTube. Ну и, в общем-то, если посмотреть на список основных источников по упоминаниям, по публикациям, то здесь достаточно четко видно о том, что большого количества независимых медиа не стало, и это редко сократило количество публикаций по теме, касающейся пандемии. Если же судить про тему вакцинации, о которой я говорил, что она все время была актуальна в течение всего прошлого года, то вот здесь я хотел бы обратить внимание на точку 27 декабря. И здесь же всегда в таких графиках, которые связаны с упоминаниями, всегда интересно связать, какие же были эти новости. Ну, я думаю, что, чтобы не учить уважаемых присутствующих догадками, что же это было за фактор такого возросшего интереса к теме вакцинации, скажу, что это как раз тогда было принятое решение о вакцинации подростков и детей. И, как вы видите, это оказалось гораздо большим обсуждением темы вакцины. И в октябре-ноябре, когда там были все эти изменения по отношению ношения средств индивидуальной защиты, которые вызвали очень огромное обсуждение страны, движения в разные стороны, и мы, в общем-то, к прежнему не создавая угрозу жизни и здоровью белорусских граждан. Ну и дальше важнейшей проблемой, которая сопровождает тема пандемии, это тема недостоверной информации. Недостоверной информации, при том, что это зачастую даже не пейки, а фактоиды. То есть как раз мы в прошлом году разбирали случаи, когда были странные публикации, в которых рассказывалось, что там сок черноблодной рябины, чайный гриб, там, паста с цинком, они помогают лечить ковид. Это все такие достаточно, назовем их словно, забавные фактоиды, но это не фейк. Здесь как раз используют все эти же инструменты. Показано количество упоминаний различного рода фейков. И, как вы видите, основной проблемой, которая беспокоит белорусскую интернет-аудиторию, это является предъявительная вакцинация. Ну и отрицание опасности. К сожалению, мы достаточно знаем много знакомых, иногда даже друзей, которые из-за неверия в данные науки, в неверие в недостаточное количество информации, смертельно пострадали из-за того, что отрицали существование коронавируса как серьезного заболевания. Ну и здесь можно действительно отметить, что в Беларуси вот эти все достаточно часто распространяемые фейки, как вот история с чипами, с 5G, с графеном, они настолько мизерно и настолько не получают какого-то серьезного с теми вещами, о которых они опасаются. Но люди здесь важно еще сопоставить с данными нашего исследования, касающиеся того, что оптимизма белорусской интернет-аудитории, которая считает, что очень легко могут определять фейковую информацию, делали разделение и по возрасту, и по гендеру, и оказывается, что мужчины как раз очень сильно переоценивают свои возможности по развлечению информации. Ну а вот про сомнительную информацию о результатах вакцины, когда достаточно обширный по своему количеству подписчиков конспирологический канал белорусский распространяет информацию о недостоверной вакцинации. Ну и надо обратить внимание о том, что Telegram как источник информации популярный и отчасти какой-то модноватый, он может быть серьезным и тем самым источником недостоверной информации. И это приводит к чему? Это приводит к снижению темпа вакцинации. И как мы видим, когда опрашивали причины отказа от вакцинации, люди называли страха побочных эффектов. И это послужило интересом того, чтобы проанализировать, например, упоминание недоступной в Беларуси вакцины Pfizer-BioNTech. Оказалось о том, что период с января про август, она была упомянута самая какая-то. И здесь самые выбраны 7 новостей, которые получили самый большой охват по просмотрам. И здесь видно о том, какие источники были информации. То есть, во-первых, это информация про побочные действия вакцины, которые недоступны в Беларуси. С другой стороны, это все источники информации Российской Федерации. Здесь сталкивается несколько вещей. Отсутствие белорусских медиа, независимых, которые могли бы предоставлять достоверную информацию, как о вакцинах. Так и публикуя информацию о побочных действиях вакцин, которые недоступны, получается эффект того, что люди перестают доверять вакцинам, которые доступны в Беларуси. То есть, российские или китайские. Ну и относительно китайских. Небольшой манипуляции, потому что, когда была буквально новость на этой неделе о том, что Китай предоставил 3 миллиона вакцин для Беларуси, и новость гласила так. Полтора миллиона вакцин Беларусь купила, полтора миллиона вакцин Китай предоставил бесплатно. Дорогие друзья, давайте это называть. Было куплено 3 миллиона вакцин с дисконтом 50%. Как-то так. Конечно, регулярные исследования достаточно важны, потому что тема, я все-таки считаю, что она не стала уже каким-то обыденным или необыденным, потому что она касается здоровья, и как бы сама заболеваемость перешла в тему вакцинации. Теперь тема вакцинации должна переходить в тему... И, конечно же, мы все ждем, чтобы пандемия уменьшилась, сократилось количество заболеваний и смертей. ...наши ожидания цифров. Спасибо, Михаил. Действительно, получается интересно, когда белорусы, слушая, называют своими именами российские фейки или просто раздутые в масштабах новости, в единичных случаях, обычных эффектов, вспоминают их так, что, значит, если в Европе и в Америке от западных вакцин люди умирают, ну, так уже мы-то тут с какими-то разболевшими домами российскими, ну, нам-то и подавно это опасно. Да, получается, совсем не тот эффект, который, может быть, был... Но в нашем исследовании было вот Net Promotes Co-вакцин, и, по крайней мере, летом он был печальный и для спутника, и для всех обсуждаемых вакцин, недоступных сейчас в Беларуси. И здесь, наверное, важно еще такую вещь говорить, о том, которую мы забываем, потому что часто упоминают, вот, например, купить, все-таки тоже, как и в случае с Китаем, купить количество западных вакцин, но по очень низкой цене. Да, и, как известно, вот одна из существующих цифр о том, что было передано порядка миллиардов... ...передал Европейский Союз. Но здесь мы столкнемся с такой очень важной вещью, которую тоже можно смотреть регулярно на сайте Всемирной организации здравоохранения. Какие акции вакцины, в какой стране находятся в периоде испытаний. И здесь как раз ситуация в Беларуси с тем, что плохо, скорее, да, может быть, в большем случае и хорошо, но плохо о том, что даже если будет принято решение использовать эти вакцины, они должны быть Министерством здравоохранения Республики протестированы и как-то бедрены. То есть даже получается, что мы имеем ситуацию, что моментального эффекта от получения западных вакцин у нас не будет, к сожалению. Это да, это да. Спасибо, Михаил. Я бы тогда хотел продолжить обсуждение в том же порядке и поговорить о том, как, собственно, на общество влияли изменения подходов власти к коронавирусу. Потому что по камере из милого ощущения эти подходы менялись достаточно хаотически. и под влиянием не очень ковидных факторов. Но помимо того, чтобы просто сказать, что предупреждать лечить белыми косточками плохо, это как бы да, очевидная мысль. Но скорее давайте порассуждаем над тем, а как это влияло на то, как ковид воспринимало общество, видя вот такие вот метания и достаточно разные позиции. Как это влияло на то, как люди относились и к своему здоровью, и к восприятию ковида, и к вакцинам, и к остальному. Филипп, может, у тебя есть какие на этот счет идеи, восприятия, которые могу поделиться? Да, в целом, да, про это тоже много раз говорили. Я не знаю, никто не пытался измерить эффект именно вот этой непоследовательной позиции государства, как влияет коммуникация непоследовательная про ковид на восприятие ковид. Но, в принципе, можно теоретизировать, обладая данными про уровень доверия к государству, которые показывают нам, например, ну, различные исследователи, ну, тот же самый Чатам Хаус. Вот, у нас есть группа людей, которые доверяют государству, у нас есть группа людей, которые не доверяют государству, и у нас есть группа людей, которые умеренно не доверяют государству. Можно так сказать. Вот, поэтому заявления про, ну, про опасность вируса или про какие-то цифры. Вот эти вот люди по заболеваемости, например, люди, которые государству не доверяют, они, в принципе, склонны думать, что можно гипотетически предполагать, что эти люди склонны думать, скорее, что государство и тут немножко продолжает добрую белорусскую традицию скрывать данные, что-то искажать и так далее. Есть люди, которые государству скорее доверяют, они, по-моему, где-то в каком-то хаус-опросе даже думают, что государство неплохо справляется с эпидемией коронавируса. Для них я не думаю, что этот микс-месседжинг, что он вообще сыграл какую-то серьезную роль, потому что достаточно много людей в Беларуси относятся к ковид достаточно спокойно. Есть люди, которые вообще не обращают на это внимание. Когда-то мы делали кластерный анализ, где выделила три группы людей. Умеренно тревожащиеся по ковид, не тревожащиеся вообще, и люди, которые составляли основу тех людей, которые в Минске самоизолировались, вот как рассказывал Лев, без указки со стороны государства, сегодня еще в Москве. Люди, которые спокойно относятся к ковид, им в принципе не так важно, что там государство про ковид говорит. Ковид для них вообще это не самая интересная тема для обсуждения, это не актуально для них, не релеванно. Умеренно спокойные люди уже, скорее всего, превратились тоже, ну, ковид это плохая погода, да. Люди, которые сильно переживают из-за ковид, ну, они, в принципе, тут нужно сказать так, что потенциально, да, эти люди, это, конечно же, связь с доверием государству, да, есть, но можно представить себе там представителя Бастиона Лукашенко, который сильно переживает из-за ковид-19. Я думаю, что вот да, для таких людей, в принципе, вот эта непоследовательность, вот это пренебрежение, которое во всех коммуникационных каких-то интервенциях, назовем это так, присутствовало, наверное, выглядело, ну, как минимум, непривычно, да, то есть это искажало типичное представление о государстве, может быть, это, ну, я бы не сказал, что это сильно влияет. Больше влияет общее какое-то, вот то, что это длится два с лишним года, да, это влияет гораздо сильнее, и то, что не произошло никакой катастрофы, да, визуальной, по-всякому, то мы можем говорить про перезмерно возросшую, ну, смертную, да, вот, добавленную, избыточную, избыточную смертную, да, мы можем говорить про вот какие-то сокрытия статистики, закрытие каких-то данных про численность пенсионеров, да, и прочее, но это не самая визибильная, да, информация, это информация, которую видит экспертное сообщество, про нее время от времени пишут СМИ, вот, ну, на улицах какой-то такой паники, да, какого-то ощущения, что все из-за COVID-19 катится куда-то не туда, да, государство не справляется, медицинская система не справляется, лекарства не хватает, этого всего нет, и это влияет гораздо сильнее, чем микс-месседжинг, но при этом сама коммуникационная политика государства, да, она во многом повлияла на события предвыборные во многом, и, ну, на результат всего этого, я думаю, тоже во многом повлияла, потому что, продолжая этой точки зрения придерживаться, эта спичка, которая нашу бочку с порохом, собственно, и подорвала, вот, это пренебрежение жизнью людей, плохая коммуникация со стороны. Спасибо, спасибо, Филипп, действительно, когда говорил про, насколько смс-месседжи власти могут быть незаметны на общем фоне, вспомнил мем, которым я любил развлекать разных запахных журналистов, когда им показываешь обложку газеты «Минская правда», ну, где были троги со спастиками, там на одной из обложек, значит, изображены разные заголовки, там, про то, что американцы не высаживались на самом деле на Луне, значит, в общем, просто классический набор самой разной конспирологии, там, американцы умирают от голода, и при этом в стендной газете надпись «Вакцинируйтесь». Конечно, на этом фоне она выглядит очень смешно, и очень так чужда для вот такого набора конспирологии, ну, и прямо скажем, глядя на эту обложку, понятно, почему совершенно здорового ума человек, глядя на нее, не поверить, «Вакцинируйтесь». Потому что, ну, понятно, что эта обложка, ну, никаким образом верить, конечно, нельзя. Хорошо, Лев, а, может быть, какие можно отметить экономические, может, не только экономические, а посредствия вот такой, ну, непосредовательности подхода власти, или, может быть, вот эта непосредовательность, она оставалась элитарической, а на экономический процесс как раз и не особенно влияла? Ну, тут смотря, как воспринимать этот вопрос. Экономически есть там, есть важные корреляции между социоэкономическим статусом человека и отношением к ковиду, в том числе, насколько я помню, в наших исследованиях, которые проводились вместе с Сатио, люди более обеспеченные, они обычно в большей степени беспокоились насчет ковида. Тут, скорее всего, так называемая регрессия с упущенной третьей переменной, то есть более обеспеченные люди, это люди, у которых есть больше знания, там, условно английского языка, которые больше вообще следят за новостями, и люди, жизнь которых лучше, соответственно, им важнее жить дольше в такой самой простой экономической логике. Что еще можно сказать про экономические последствия или непоследовательности власти? Я бы сказал, что власть была довольно последовательна в отношениях с ковидом. Надо, конечно, сильно разделять два таких генеральных периода. Это первый и второй кварталы 2020 года, когда ковид был чем-то новым, чем-то непривычным, и никто не знал, чего вообще от него ожидать. И время после начала политического кризиса в Беларуси. В самом начале, действительно, экономические агенты, многие ожидали от властей гораздо большего участия, гораздо больших интервенций, особенно на фоне двух причин. Первое, что все остальные страны, большинство разных стран начали как-то активно помогать своим гражданам и своим экономическим агентам, фирмам, самозанятым и так далее. А второе, то, что Беларусь вообще является классическим, то, что называется «нэни-стейт», то есть у нас люди как раз не привыкли к тому, что государство говорит вам «делайте, что хотите, спасайтесь, как сами знаете, вот вам полная свобода». Многие люди, так же, как и предприниматели, ожидали именно активной роли государства в защите их бизнес-интересов и в защите их от ковида. Этого не произошло. Вначале, на самом деле, действительно, многие даже экономические федерации, бизнес-профсоюзы ожидали вот этих пакетов помощи со стороны государства. только вот уже где-то после второго квартала 2020 года они осознали, что никакой такой сильной помощи не будет и, соответственно, надо жить как живется. Позиция, что правительство поддерживает в основном государственные предприятия, не поддерживает частный бизнес, я бы тоже не назвал это чем-то новым и непоследовательным. Это, скорее, вполне себе последовательная позиция. Я думаю, что бизнес-сообществом в последние пять лет в большей мере позитивно воспринималось как раз-таки не участие государства в их судьбе, то, что государство переставало трогать те или иные сферы бизнеса. Так что здесь, опять же, ничего нового. Что касается периода, может быть, конца лета 2020 года и все, что происходило после начала политического кризиса, то там опасения насчет коронавируса, как говорил Филипп, начали сходить на нет, люди начали привыкать к этому, бизнес увидел, как мир работает в новых условиях. Естественно, когда мы сначала встречаемся с чем-то новым, а последний раз пандемию, человечество переживало уже сто лет назад, во время пандемии испанки, наверное. Так вот, когда встречаемся с чем-то новым, то страхи часто бывают преувеличены, эти страхи и риски пошли вниз. Ну а затем уже сам именно политический кризис начал играть гораздо большую роль для экономики, экономических агентов и частных лиц, чем пандемия. С какой стороны не посмотреть. Поэтому на этом такое прямое влияние коронавируса, прямое влияние государства в связи с коронавирусом, оно ушло на второй план. На первый план вышли действия государства в связи с политическим кризисом, в том числе экономические действия, это прежде всего, наверное, для экономики. Самое важное было замораживание рублевой ликвидности и политические репрессии как самих бизнесов, так и просто ключевых работников этих бизнесов, исключения интернета и так далее. Ну а если говорить про более современную фазу влияния коронавируса, то есть влияние через наше внешнеэкономическое экспортное чудо, то здесь, опять же, нам скорее повезло. Тут можно еще упомянуть такой эпизод, что в первом, втором, третьем квартале 2020 года, когда экономические перспективы были неясны и внешний спрос сильно уменьшился, на госпредприятиях, прежде всего на промышленных предприятиях, продолжали производить огромный объем продукции, которая шла просто-напросто на склад. Это значимо увеличило риски для этих предприятий, их финансовое положение становилось гораздо более уязвимым, гораздо более хрупким, но и здесь нам тоже повезло. Собственно, восстановительный рост 2021 года и рост экспортного спроса на определенные виды наши продукции как раз-таки очистил наши склады. Мы уже забыли такой термин, как «жонглирование тракторами». Это был такой довольно популярный термин в 2020 году, когда произведенные трактора перегонялись по разным весям и губерниям Белоруссии, и было не очень понятно, что с ними делать. Так вот, все эти трактора ушли, и их действительно купили в других странах, и они превратились в валютную выручку. Так что здесь действительно это был очень рисковый шаг, но внезапно нам повезло, и он даже выстрелил в плюс. Ну да, в общем, как сказали бы поклонники русско-экономической модели, что все независимые экономисты были посрамлены и вот тут критиковали на заработанном складе. Видите, как все полезно оказалось? Я бы добавил, что зависимые экономисты были также посрамлены, так как внешнеторговое чудо, оно на то и чудо, что никто его не ожидает. Роста, который был достигнут экономикой Белоруссии в 2021 году, не ожидали ни правительственные эксперты, ни Министерство финансов, ни Министерство экономики, ни дружественные белорусской текущей власти иностранной организации, как Евразийский фонд, ни независимые аналитики, ни враждебные аналитики из властных агентств типа МУДИС. Ну да, и, наверное, всерьез рекомендовать каким-то экономическим акторам ботировать свою политику на ожидании чуда, даже если один раз что-то случилось, это, прямо скажем, звучит как не очень надежная рекомендация. Хорошо, Михаил, а может быть есть что добавить по поводу того, как вот эта непоследовательность риторики власти, или, например, можно вспомнить тот же случай с масками, когда противники власти призывают носить маски, а власть говорит, а, ну тогда нет, тогда мы все заберем наклейки про ношение масок. Как-то повлияли все эти вещи на информационное проведение белорусов? Конечно, конечно. Я бы здесь вступил в полемику с уважаемыми коллегами. Люди, не получив доступа к западным вакцинам, и имея высочайший, как показывают данные, уровень недоверия к вакцинации, опасения побочных действий. Ну, на самом деле, я бы не настолько был оптимистичен, как коллеги, а очень бы тревожился этой ситуацией. Очень тревожился. Потому что мы в данном случае все-таки не разговариваем про общественно-политический кризис или экономическое белорусское новое чудо. Мы говорим о жизни людей и жизни и работоспособности системы здравоохранения. И мы видим о том, что это все очень плохо и очень тревожно. Вот. И возвращаясь к тому, что вы, Вадим, говорили, да, естественно, тема, как я показывал, о том, что тема принудительной вакцинации одна из самых волнующих и сопровождающихся большим количеством недостоверной информации. Также история с индивидуальными средствами защиты людей привела действительно к пагубым тоже ситуациям, когда мы знаем о том, что люди ездят в транспорте, не используя индивидуальные средства защиты, не надевают в общественных местах и так далее. Это не принуждение или не ограничение возможностей, потому что негативный опыт соседних стран показывает, потому что всевозможного рода паспорта возможностей или ограничение людей вакцинированных, не вакцинированных – это тоже такой вопрос достаточно тонкий и касающийся приватности, выбора людей и недостатка коммуникационной кампании. И здесь я бы, опять же таки, уже заканчивая, сказал о том, что коммуникационная кампания по преодолению кризиса пандемического самой этой всей истории, она провалена, очень провалена. И причем, смотрите, мы рассматривали такую очень грустную историю, ты и пример, о том, что на сайте, например, Министерства здравоохранения, что многие из участников знают, что у Министерства здравоохранения Республики Беларусь есть YouTube-канал, собственно. Конечно же, он не собирает миллионы просмотров, как те видосики, которые все привыкли смотреть, но на нем есть достаточно разумные вещи. И получается, то есть Министерство здравоохранения находясь в своем фреймворке каких-то вообще процедур, делает, потому что надо делать YouTube-ные видео. И видео хорошие, полезные, потому что они рассказывают, например, как преодолевать последствия, потому что мы знаем о том, что очень много последствий, которые не изучены касающиеся людей с депрессиями, с возможными психосоматическими последствиями. Вы поговорите с теми, кто переболел, и, возможно, если вы сами переболели, вы можете с нами поделиться о том, как вы себя ощущали, когда вы болели, и о том, как вы выходили из этого крестиса. И вот Министерство здравоохранения подготовило ролики, у которых там 100 просмотров, 200 и так далее, потому что их никто не знает. Нету никакой регулярной нормальной компании, которая бы рассказывала о мерозащите, которая бы помогала с вакцинацией. Опять же, я возвращаюсь к вопросу, потому что здравоохранение – это тоже часть экономики. И продажа тракторов – это не… Это… Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что это только тоже часть экономики. И здравоохранение является очень важной частью экономики, и в том состоянии, в котором она находится в Беларуси, и по своим возможностям, и по генерации какой-то добавочной стоимости все не так здорово. И поэтому мне кажется, что… Ну, здесь очень много вопросов для обсуждения, и потому, чтобы не зафиксировать ситуацию, что все очень-очень плохо. Все очень плохо, но мы должны думать, как выходить из этой ситуации, что можно сделать в нынешнем моменте, как можно помочь малому бизнесу, как можно произвести реинжиниринг системы здравоохранения, какие можно предприменять меры. Опять же, есть краткосрочные, средние и долгосрочные. Опять же, возвращаясь к механизму Кавакса, здесь я уже повторюсь о том, чтобы вакцины западные были доступны, они должны быть испытаны и рекомендованы Министерством здравоохранения. И это кто-то должен добиваться и делать. То есть, как вы знаете, вот как раз то, что я начинал свой рассказ о том, что год назад у нас была практически такая же дискуссия, и тогда на каком-то пафосе обсуждения этой темы я предсказал о том, что в принципе нормальная ситуация была бы, чтобы в стране был вице-премьер по вопросам пандемии, по вопросам преодоления пандемии, по вопросам вакцинации. Потому что это требует взаимодействия очень большого числа государственных органов, а это требует работы с всевозможного рода коммуникационными взаимодействиями и так далее. Ну, в общем, как-то так. Да, Михаил, спасибо. И действительно, я очень рад, что мы вышли на это обсуждение насчет того, что делать можно. Потому что действительно, наверное, это то, о чем я хотел бы в последней части нашей дискуссии поговорить. И напомню, да, что, кстати, у наших участников есть возможность тоже высказывать свое мнение и задавать вопросы. Поэтому, если кто-то это захочет, мы так же всех призываем. Можете поднять руку или написать в чате, чтобы все это мы заметили. Ну, и как-то, если говоря о том, что можно сделать, начиная с крошек новостей, я бы сказал, что пока говорил Михаил, я сейчас изучил действительно YouTube-канал Минздрава, который, прямо скажем, выглядит лучше, чем я от него мог ожидать. И действительно, какие-то интересные интересные видео. Но, правда, видим, что, например, ролик о том, что нужно ли прививаться, если ты переболел, ковидом, он вот за месяц собрал 200 просмотров. Ну, слава богу, видеоэксперты аналитического клуба чаще всего собирают просмотры лучше, поэтому, сомн факт, что мы об этом здесь поговорили, мы, кстати, поработали пиарчиками YouTube-канал Минздрава. Если есть вопросы, то действительно есть некоторые интересные ролики. Другой вопрос, как там все это оформлено, насколько понятно. И вот я вижу, что почему-то эти YouTube-ролики перемежаются с какими-то однотифными видео с очень интригующим заголовком соседания за кубочной комиссией. Кстати, эти многие ролики у Минздрава собирают даже больше просмотров. Но, тем не менее, давайте возвращаясь к тому, что можно делать. Исходя из того, что вот уже, по сути, два года сначала пандемии прошли, политика власти непоследовательная, люди слушают много разных странных фейков про WPG, про то, что маски эффективные, а местами как будто вы вредные, YouTube здраво смотрят плохо другим авторитетным каналам, тоже не очень можно доверять. Что в такой ситуации эффективно, заходя из тех данных, которые мы знаем, а что можно делать, что можно делать, кто не знает, что могут делать исследователи, что может делать белорусское общество. Ну, и в общем целом, все неравнодушные люди, которые понимают, что там всяких важных вещей и проблем много, но коронавирус их тоже все-таки волнует. А что в такой ситуации можно делать, исходя из тех данных, которые у нас есть? Филипп, какие у тебя мысли? Что можно делать в ситуации, когда в принципе инструменты сделать что-то на большой, скажем так, великомасштабное есть только у людей, которые делать ничего не хотят. существуют организации международные, вот ЮНИСЕФ существует, например, существуют агентства ООН другие. Возможно, нужно как-то пробовать использовать те механизмы коммуникации между государством, Минздравом в данном случае и обществом, которые из страны еще не изгнаны, которые еще не закрыты. Думаю, что в принципе какая-то такая работа уже идет, кроме этого, ну, честно, сложно. Ну, общество что может сделать? Ну, общество может пойти и уколоть себя какой-то вакциной. Вот, каждый представитель этого общества может совершить индивидуальное действие, рассказать, попробовать убедить своих сомневающихся друзей, что возможно продолжать сомневаться это не самое лучшее решение в данной ситуации. Как-то попытаться вот в принципе в двадцатом году, да, простор, конечно, до этого был побольше летом и весной, но вот это вот горизонтальная, низовая какая-то простор самоорганизация помощи, взаимопомощи, в целом люди смогли что-то сделать. Сейчас, конечно, никаких структур создать уже не получится, придут и закроют, в худшем случае просто закроют, в худшем случае еще и посадят кого-нибудь. Но как-то вот общаться между собой, общаться со знакомыми, с друзьями, общаться с людьми, с которыми обычно не общаешься, вот в этом, что имеет смысл хотя бы привиться, что тут уже, как еще можно с этой пандемией бороться, когда ресурсов и возможностей что-то сделать совсем нет. Ну, не знаю, ничего другого в голову мне не приходит. Спасибо, посмотрим, может быть, или в уши что-то в голову приходит. Я вот сказал, вспомнил про Юнисеф и про тех, кого изгнали, я вспомнил историю про то, как в школах взрывали плакаты с коронавирусом, где я следил, значит, логотипов тех, кто их пищат вот логотип нехорошая помощь нехорошего братства американского народа сейчас у нас непопулярно, ведь мы решили, что с коронавирусом бороться не надо. Может быть, да, может, Юнисеф открывать не будем. Лев, какие еще есть идеи, может быть, не знаю, на уровне экономики и бизнеса что-то можно делать? Там все-таки есть структуры бизнес, в отличие от гражданского общества не закрыли массово? Ну, я сначала, если позволите, отреагирую на реплику Михаила Дорошевича, вот он хотел с нами поспорить, я как раз спорить с Михаилом откажусь, потому что в целом согласен, да, ситуация с тракторами действительно сейчас хорошая, но ситуация в обществе, это вовсе не означает, что ситуация в обществе хорошая, более того, с точки зрения медицины, да и не только медицины, я думаю, одно из главных негативных последствий, которое останется с нами еще очень надолго, это подрыв доверия к ключевым институтам общественным и государственным власти. Почему никто не смотрит видео Минздрава? Потому что Минздрав утратил все свое доверие довольно неуклюжими попытками фальсификации данных, скажу, как человек, который преподает статистику бакалаврам, если бы мои студенты также неуклюже подделали статистику как наш Минздрав, то они бы явно не получили ничего выше двойки, так как люди, которые этим занимаются, очевидно, не понимают самых фундаментальных принципов, которые проходятся на самой первой неделе вводной статистику. То же самое касается других министерств и институтов, но с Минздравом это особенно опасно, так как Минздрав это то ведомство, которому мы, по идее, должны доверять. Сейчас мы находимся в ситуации, когда если Минздрав скажет, что курить вредно, вероятно, часть общества будет вынуждена думать, что курить очень полезно, а Минздрав преследует какие-то свои цели. Кроме этого, у нас, конечно, это общее избегание темы коронавируса подкосило Белстат, который все еще не может опубликовать данные по смертности за 2020 год. Я напоминаю, что Беларусь это единственная из развитых и развивающихся стран, где нету такой базовой статистики для страны уже в течение двух лет. насчет то есть это все действительно довольно печально и это именно подрыв институтов, а это значит подрыв такого долгосрочного развития республики, которое даже при смене власти будет не так легко разрешить. Что касается того, что можно сделать, здесь я согласен с Филиппом, что особо многого сделать уже нельзя. Сейчас каждый может бороться с коронавирусом только на уровне своего домохозяйства. Пойти привиться, пойти купить маски, не ходить на какие-то большие мероприятия. Из хорошего у нас по всем запросам доверия государственным СМИ сейчас находится на довольно низком уровне. Это означает, что советы про березки, козочек и трактора они не имеют значимого негативного эффекта на общее здравоохранение. Ну, а все полезные советы, я думаю, что за эти два года уже услышал много раз любой житель Беларуси, соответственно, здесь каких-то дополнительных усилий, наверное, сейчас не требуется. Сейчас у каждого беларуса есть достаточно возможностей помочь в себе. Да, к сожалению, нету доступа к иностранным вакцинам, к Pfizer и Moderna, но даже это сейчас при желании решается. Да, в общем, начали говорить про то, что можно сделать, прозвучало так, в общем, как-то сностранство сностранство, а с другой сложно подскорить, что как будто бы от времени, когда там расцветало 100 цветов Красноярс Руц инициативы в своем организации, ну и как будто приходим ко времени, когда активность, какие-то возможные действия на уровне своего домохозяйства. Звучит не очень оптимистично, но в общем понятно почему. С нами Михаил, что Михаил, который распорил, может быть есть какие-то хорошие идеи насчет того, что можно предложить, что могут сделать, я не знаю, например, оживающие в релокации СМИ, например, в частности, тут на днях выдавлены из Беларуси, признанные к Ленинскому Белопан, перезапускаются на новой почве, те, что наши Нивы из миграции продолжают работать. Что можно от них ожидать? Не знаю, надо из дня в день повторять что-то про маски. Или какая вообще должна быть стратегия тех, кто сегодня не очень доволен ситуацией с коронавирусом, не очень доволен поведением областей и хотел бы что-то изменить завтра делаем его свободу на хозяйстве. Ну, вопрос очень хороший и я, конечно, считаю о том, что разработка коммуникационной стратегии даже в нынешний момент это необходимая и полезная вещь и здесь ну вот там Лев Львовский заметил по поводу того, что Минздрав потерял доверие, Минздрав потерял он не потерял он он сохранил доверие Минздрав потерял доверие в глазах граждан это несколько разные все-таки тоже вещи вот если же возвращаться к теме коммуникации интегрированной то на самом деле все достаточно сложно потому что медиа, которые вы перечислили и которые действительно хотелось их возрождение сталкиваются наверное с проблемой которая заключается в каналах доставки этой информации и в том чтобы она была достигала целевой аудитории и здесь что я ему введу потому что с одной стороны ну тут долгий достаточно может быть разговор и много рассуждений опирающихся на большое количество письместичей на нынешнем состоянии белорусской медиа экосистемы и в частности именно из-за того что мы были разрушены и я не могу сказать что если я очень надеюсь но если они начнут прямо сейчас работать по на прежнем уровне по количеству необходимой информации производству контента скажем так другими словами это способно как-то быстро изменить ситуацию по тому как люди смогли бы получать данные о пандемии поэтому здесь нужна достаточно сложная сложная и комплексная какая-то программа которая бы включала определенный набор публикаций который рассказывал бы о достоверной информации о тех вопросах которые люди беспокоят потому что мы же все-таки не просто так получили данные почему же люди не хотят вакцинироваться и эти данные имеют опять же достаточно четкие социально-демографические характеристики и это уже тот самый момент с которыми могут уже медиа работать в том смысле чтобы достигнуть определенной целевой аудитории которая не охватывается потому что получается такая штука из того же результата исследования что те люди у которых основной источник информации был телевидение и государственные веб-сайты они уже в августе месяц вакцинировались а вот люди у которых источники информации мессенджеры социальной сети сайты и так далее у которых не один а несколько источников информации они были более скептически относились к вакцинации более того я в нынешний момент по прошествии полгода не могу точно сказать может быть отношение к вакцинам изменилось с другой стороны если у людей увеличивается опасение побочных эффектов а это могло легко произойти то надо дальше пытаться регулярно информацию публиковать о том что это понимаете какая проблема всегда была скажем так вот такого рода медиаэкосистема тем что это не регулярно а случайно вот у нас что-то случилось мы от этого реагировали а здесь так как это вещь которая ну вот мы уже признаем 14 дней мы уже живем почти 2 года в новом информационном поле 2 года и она неизвестна какое время продлится и в каком степени это будет развитие то и компания должна быть регулярно то есть это должны постоянные какие-то публикации это должна быть рассказ о лучших практиках которые существуют в мире они стараются делать они стараются рассказывать о тех всех удачных вещах которые происходят в мире и то как сколько человеческих жизней спасается и вообще насколько развивается медицина потому что надо же все-таки тоже признать что дни она послужит серьезнейшим толчком в развитии медтека как такового в мире и удалось и здесь могла бы иметь какие-то интересные результаты и уникальный опыт потому что вот эти хаотические движения которые мы обсуждали в прошлый час они прецедент потому что у большинства стран была все-таки какая-то последовательная соответственно сравнение того результатов того вот этих политик с хаотическими движениями в нашей стране но это тоже был бы очень полезным и важным опытом дальше действительно развитие медицины и лечения людей благодаря этой пандемии она перейдет на совершенно другой уровень потому что ну вот в частности кто-то упоминал компанию модерна это насколько много из нас знает о том что эта компания подобна компании тесла которой наслышаны все потому что она совсем в новом уровне подходит к лечению и к вакцинации возможно будет прорыв лечения других болезней которые уносят миллионы жизней человеческих другая вещь которая пандемия изменит это изменит жизнь людей в городах потому что это меняется потому что как вы видите многие и мы в частности зачастую можем работать дистантно оказывается есть у нас интернет не обязательно нам всегда встречаться оффлайнов мы можем проводить какие-то онлайновые мероприятия это серьезно изменит и экономический и политический уклад и жизнь в городах мы должны думать о том что новая пандемия о том как она изменит систему жизнедеятельности людей как улучшит качество жизни людей потому что вот часто есть такая отметка как испанка вот которая была в начале прошлого века и это та жуткая пандемия она привела к тому что в домах появились системы вентиляции которые сейчас воспринимаются как что-то естественное может быть жизнь в городах 15-минутной доступности и населенных пунктов это тоже будет новым прорывом по изменению качества жизни преимущественно городского населения появятся какие-то новые виды лечения диагностики потому что та же пандемия естественно будет способствовать развитию телемедицины а телемедицина это как вы понимаете опять же таки тащит информационно-коммуникационные технологии различные ну различного рода новые высокие технологии которым опять же таки что нужно нужен в частности широкий качественный интернет и чтобы на картах мобильности не было гугла не было провалов как мы наблюдали вовсе не связано с тем что люди сидели дома спасибо как-то после нас такого очень тяжелого обсуждения мы мы вечны оптимисты очень рад что в концерн спрозвучали какие-то оптимистичные слова насчет того что что-то и позитивное принесет и может какие-то выводы мы все хорошие сделаем ну что с одной стороны не то чтобы нашли какие-то идеальные решения или узнали какие-то супер секретные данные но с другой стороны мы и не обещали мне кажется обсуждение было довольно продуктивным и на какой-то все-таки инструктивной идеей в конце мы вышли хотел узнать есть ли еще что-то что кто-то из наших гостей или спикеров хотел бы добавить по сегодняшним обсуждениям и если нет тогда только тем кто заинтересовался с этими словами правила про телемедицину напомнит что как раз буквально недавно мы вместе с Белорусским фондом медицинской среды и белыми халатами которые и в этом степе нас поддерживают а вот буквально недавно мы как раз обсуждали развитие и перспективы платформы Ге-здоровье которая как раз является хорошим примером того как и политические белорусские сложности и пандемия ковида подстегивает развитие белорусской телемедицины так что для всех кому интересно то что рекомендуем видео тоже есть на ютубе и в таком случае насколько я понимаю если у нас каких-то дополнений и желаний что еще сказать нет тогда я хотел бы поблагодарить всех кто участвовал в нашем сегодняшнем обсуждении желать всем здоровья безусловно вакцинироваться и пусть у нас и уязвимых групп и менее уязвимых и экономические и медицинские все у нас будет максимально хорошо поэтому спасибо всем за дискуссию и до встречи на новых обсуждениях уязвимых